Некоторое время я 7 лет работал фотографом в разнообразных изданиях, в информационных агентствах. И это была моя мечта, и она воплотилась в реальность. Я был счастлив абсолютно. После чего я думал, что уже некуда, в общем, дальше двигаться в этой жизни, только фотографировать, получать удовольствие, заниматься искусством. Я был в разных горячих точках, в интересных местах. Жизнь всегда вращалась вокруг меня, новости. Представляете, что-то происходит, ты находишься в середине этого, что можно вообще пожелать лучше, мечтать. После чего в какой-то момент, совсем недавно, случилась ужасная трагедия в Крымске, о которой вы все, конечно, знаете. Это было ужасное наводнение, в котором пострадало огромное количество людей, много погибло, был почти полностью уничтожен. Ну, полностью, наполовину, не знаю. Сильно пострадал город Крымск и окрестные населенные пункты. В этот момент я внезапно сам для себя стал одним из центральных персонажей в огромной волонтерской истории, которая заключалась в том, что я был организатором отправки сначала всей, потом части волонтерской гуманитарной помощи из Москвы в город Крымск и пострадавшие районы. После чего я отправлял туда волонтеров, после чего я координировал работу лагеря волонтеров, координировал работу по восстановлению волонтерами города Крымск. И до сих пор наши люди там присутствуют, мы продолжаем работать и мы продолжаем участвовать в судьбе города Крымска и его пострадавших жителей. После того, как я вернулся из Крымска, когда я туда поехал и провел там несколько дней, я понял, что моя жизнь поменялась навсегда. Я понял, что, в общем-то, больше никогда, наверное, я не смогу просто снимать новости и быть не соучастником, а наблюдателем процесса. Я понял, что я не могу спокойно смотреть на то, как в мире вокруг меня умирают люди и понял, что когда им плохо, когда им совсем тягостно, я понял, что я могу им помочь. И я почувствовал, что общество может им помочь. Очень важно, что в истории с Крымском нам помогало все общество вместе взятое. Мы, хоть и большинство друзей с нами, которые организовывали тот старт, с которым мы начали сбор средств на смотровой площадке, были из оппозиционных движений, белоленточников так называемых. Но мы отказались полностью от всех своих политических амбиций, от всей политической какой-то идеи и просто занимались помощью в Крымске. Потому что основная идея была в том, что важно помочь людям и не важно, кто ты сейчас, не важно, с кем ты сейчас, не важно, какие политические мысли и амбиции у тебя есть. Поэтому мы сошлись с совершенно непримиримыми врагами в политическом плане. Одновременно ЛГБТ-активисты с православными христианами грузили фуру, ОМОН вместе с анархистами грузил фуру. Одновременно движения наши и ребята с белыми ленточками собирали помощь и копошились по колено в грязи в Крымске все вместе, абсолютно невзирая ни на какие политические разногласия. Это было очень важно и это было одним из основных толчков, которые побудили меня создать тот проект, о котором я вам сейчас расскажу. Я сам журналист, как вы уже знаете, и я понял, что надо прекращать эту жуткую и бесполезную историю, когда журналист приезжает на место, рассказывает о ситуации. Может быть он очень сочувствует людям, может быть он очень хочет им помочь, но вся его помощь заключается в том, что он просто пишет статью и прекращает каким-либо образом участвовать в этой истории. Всегда всем журналистам хочется, чтобы история, которую они написали, которая их действительно волнует, была завершена до конца. Это легло в основу нашего проекта. Наш проект называется «Нужна помощь». Это симбиоз благотворительного фонда некоммерческой организации и общественного социального СМИ. Наш проект рассказывает о социальных героях, о людях, которым нужна помощь в их хорошем деле, в деле помощи другим людям. Простой пример. Инвалид-колясочник организовывает службу социального такси в городе Москве, например. Ему никто не помогает. Ему очень нужна помощь в организации этого важного дела. Мы как общество понимаем, что если ему никто не оказывает помощь, а он оказывает помощь обществу, то мы должны прийти к нему и как общество помочь ему. Может быть деньгами, может быть машиной, может быть распространением информации о нем. Так, как ему будет нужно. Или пример другой. Доктор в Тверской области. Один обслуживает 300 деревень, 3000 человек. Ему один раз за 10 лет поступала новая техника от государства, и эта техника была не та, которая ему нужна. А из списка, который был представлен Минздравом, ему сказали, хочешь томограф, хочешь замечательный гинекологический кабинет. Он говорит, нет, спасибо, я один доктор в этой деревенской больнице, мне не нужен гинекологический кабинет. Они сказали, так может быть это томограф? Нет, и томограф не нужен. Мне бы, пожалуйста, мебель, может быть. Может быть клизмы, утки, шприцы. Нет, чувак, не надо. И в итоге у него прекрасный оборудованный гинекологический кабинет, но нет гинеколога. Вот. Подобному человеку мы тоже старались бы помочь. К сожалению, если бы не закрыли его больницу сейчас уже на данный момент. Соответственно, мы рассказываем о социальных героях. О людях, которые помогают обществу и делают важную миссию в нем. В чем заключается идея нашего проекта? Журналисты пишут. У нас есть 65 журналистов из ведущих российских и мировых изданий, которые сейчас принимают участие в нашем проекте. И они пишут истории, тексты, снимают фото, видео, все что угодно. Если захотят песню написать про это, пускай пишут песню, любыми способами рассказывают историю наших социальных героев и доносят ее до общества. Они доносят ее до общества через свои СМИ, либо, если они являются фрилансерами, они ее доносят через какие-то другие варианты, которые мы им предоставляем, которые мы для них находим. Каждая история у нас должна быть закончена. В каждой истории мы хотим поставить точку. Мы хотим в ней разобраться, мы хотим помочь человеку и хотим сделать так, чтобы у человека его проблемы были либо разрешены, либо значительно облегчены. Поэтому наш фонд включается в тот момент, когда журналист приезжает и, соответственно, рассказывает об этой истории. В этот момент мы подключаем куратора к нему и он, собственно, работает по этой истории дальше. Если где-то нужны деньги, мы находим деньги. Если где-то нужны люди, мы находим людей. Если где-то нужна техника, мы находим технику. Если где-то нужна политическая какая-то воля, то есть пойти пообщаться с какими-то государственными чинами, мы идем общаемся с государственными чинами. Что очень важно. Мы общественный проект, мы абсолютно аполитичны. Мы не представляем ничьих политических интересов, мы не ждем никакой политической помощи ни от кого, мы не хотим сотрудничать ни с какими политическими организациями. И только это дает нам возможность быть действительно полезными сейчас, потому что когда ты аполитичен, когда в этом сложном мире ты воюешь за помощь людям, когда ты забываешь все свои политические амбиции, которые присутствуют у почти всех, кто участвует в этом проекте, только тогда ты можешь действительно помочь людям. И тогда ты действительно можешь рассчитывать на помощь всех сторон заинтересованных или не заинтересованных, всех сторон, которые могут помочь в этом проекте. Что очень важно в этом проекте, какая наша основная миссия? Мы очень хотим сделать так, чтобы общество в нашей стране повзрослело, чтобы общество в нашей стране, мы поняли это на Крымске, что общество имеет желание, имеет возможность помогать. Общество есть такая необходимость, обществу это нужно, и очень много людей сидит и думает, как же помочь, кому помочь, я не знаю. Мы хотим дать обществу такую возможность, во-первых. Во-вторых, мы хотим сделать так, чтобы общество само понимало, что если этим людям никто не помогает, а как мы знаем, в нашей стране очень большому количеству людей никто не помогает. И не только в нашей стране, конечно же. И как мы знаем, всегда государства мыслят системно, и только некоммерческие организации, благотворительные фонды подходят к каждому индивидуально. Невозможно сделать так, чтобы система думала о каждом человеке отдельно. Вопрос лишь в том, насколько система меньшими кусочками думает о людях. Если в Германии система работает с кучками, скажем, в 100 человек, у нас в стране это 10 тысяч или 100 тысяч. То есть никого не волнует судьба одного человека. А если этот человек помогает другим людям, то, как вы понимаете, вдвойне. И, собственно, мы очень хотим, чтобы общество повзрослело, и чтобы общество начало помогать другим, и чтобы общество нуждалось в этом. Мы хотим посадить его на эту иглу, этот наркотик, чтобы общество стало взрослым и всех спасло. Мы хотим спасти мир. Все. В общем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ